Так, ну сейчас мы продолжим просто интересную, какая-то записка из прошлого. Прям пришла песня, которые, ну, лет 25 я не пела, наверное, даже не знаю. Но буду думать на эту тему, можно сказать, что домашнее задание. Сейчас мы с вами отправимся в интересное тоже путешествие. Я хочу спеть три стих пориния поэта, которая некоторое время, ну, довольно долго, наверное, 20, уехав из России, жила в Америке, а сейчас вернулась в свою родную порноу и продолжает там жить и писать. Ну, на самом деле, известная в литературных кругах известная фамилия Ольга Родионова. Я её открыла для себя вот как неудивительно не через книгу, через песни, через песни моего друга и замечательного автора Сергея Труханова. У него прям потрясающий цикл есть на её стихи. И настолько для меня это было пронзительно, что вот даже у меня у самой написалось несколько писем на её стихи. Я очень надеюсь, что я летом поеду в Барнаул, и мы с ней наконец встретимся по-человечески, и я смогу ей спеть эти песни. Некоторые люди любят стихи и прозу, Некоторые уверены, что до свадьбы не заболеть. Если я тебя поцелую, ты превратишься в розу, Такую отчаянно мамою, что хочется забелеть. Прекрасное моё чучело, Мы живы, пока мы лживы, Пока набиваем соломой Раскрашенный наш комзон. Когда мы умрём, окажется, Что прежде мы были живы, И это было не худшее Из многих возможных зон. Поэтому мы выплясываем Отчаянные мазуки В горящем саду в огне, В огне в золотой пыли. Если ты меня поцелуешь, Я превращусь в сумерки, 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 Отсюда до самой земли. Но что полетели, летает Небесная покрыва, Живучая осень корчится, Сдирая краску роз. И совершенно не важно, Что я тебя не целовал, Ты всё равно превратился В розу и подокон пророс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ещё два секторения Ольги Родионовой. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И никогда не умрёте. Моя жгучая шаг вырасть, Ловит шум чужих чудес. Теперь спою. Но я не буду ещё раз повторять, а спою ещё одну третью песню на стихе Ольги Родионовой и попрошу, вот уже присоединился, Кристиан Зейтова. Музыка Дурачок и шагит на мишаке, С цветком в руке, с цветком в руке, У твоей засновы потол в крови. Все лови, все лови, Все глядят я, Русалимский царь, Маэстро в жарю, маэстро в жарю. Не волнуй три слова, Вряд терниям горят, терниям горят, А у тебя на лбу три слова, Врёшь, не умрёшь. От любви помиды сойти с ума, Дураков нема, дураков нема, От любви дитя в подоле нести, Господи, прости, Господи, прости, От любви никто не войдёт во тьму, От любви никто не войдёт во тьму, От любви никто не уйдёт во тьму, Было бы кому. Субтитры сделал DimaTorzok Дурачок держает на мешоке С цветком в руке Субтитры сделал DimaTorzok Во всякие встречи неожиданные в жизни Вот один из таких для меня помощников Является Венимин Михайлович Блаженный С невероятным таким Не знаю как это назвать Он всю жизнь писал о Боге О смерти Как Не то что о чем-то обыденном А как Разговаривал как с другом Спорил с Богом Не соглашался Или наоборот жалел его Или просил жалости к себе Вот такой невероятный Вот разговор Который помогает Наладить его в конце концов В этот вот контакт Который у нас очень-очень Сложен Ну самая прямая связь Это конечно колокола На которых я игра Позвоните Все Дозвонился Как рассказывали Однажды Когда наша подруга Мария Теплякова Побежала звонить на колоколе Потому что прибежала В последнюю минуту Бегом сбежала Позвонила вот так вот И тоже пошел Спускается И батюшка говорит Ну что Дозвонилась Ну вот примерно Так Не имеем положения Калошек на боссу много В засаленом гортузе Отец торопился к Богу Как водится у друзей И чтобы найти дорожку Советную в небесах С собой прихватил он окошку Окликнул дороги пса А кошка была худой, Едва мочился пес, И грязною бородою Отец утирал свой нос. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Пропела, пропела немало, И слёзы тайком лились, Напусканными громами Его провожала выше. Процессия некудышная Застыла у божьих врат И глянул тогда всевышний И вещи по тупым взгляд Михаил сказал он тихо Ко мне ты пришел не зря Ты столько извелал лихо Что светишься, как заря Ты столько извелал бедствий Щедушный мой богатын Послушай мне согреться В лучах твоей доброты Позволь же мне с умой Блести за тобой А ты называйся мною Величие тебе к лицу Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-u-uh Блести за тобой Продолжение следует... Кристина Зайкова. Кристина сейчас еще, у нас сегодня она мультиинструменталист, выполняет все роли. Я веду корабль, она бегает везде, там мачта поправляет, паруса спускает, и опять еще водички переносит. Сейчас Кристина подошла и взяла палочки к этому удивительному инструменту, очень похожим на гусли. Но это не гусли, это тоже очень древний инструмент родственного нам народа, иранского. Это иранский сантур. Он похож на цимбао, скорее всего. У него есть своя история, свои строи, свои настрои. Мы его настроили на наш лад, но, собственно, далеко не уходя, конечно, оттуда, где мы только что побывали, походили. По пустыне палестинской. Вот, сейчас мы с вами так вот остановимся, глядимся, поле, это бывало в пустыне когда-нибудь настоящие, да? Напомните это состояние, когда стоишь посреди этого песка, солнце палящее, небо почти белое такое, да, вот такой пульсирующий, песок, невероятное ощущение, конечно, себя вот в мире. И вот представьте себе, что в этих песках жили целые народы. Один из них был будущий израильский народ, еврейский. И прежде чем он и устал, была некая история, которую мы знаем из Библии. Был прародитель Авраам, да, потом у него был сын Исаак и так далее. Но мы знаем, что до Исаака был у него ещё один сын, потому что Сара родила Исаака в сто лет. Но никто не мог поверить, что это вообще возможно. Поэтому они попытались как бы предвосхитить события, чтобы всё-таки наследник появился. И после похода в Египет, где Аврааму царь отдал в качестве извинения за, так сказать, покушение на жену, которую он почему-то выдал за свою сестру Аврааму. Ну, не знаю, поэтому неудивительно, она уж и была очень красивой. Ну, в общем, Бог там приснился египетскому царю, сказал, не трогай, а то. Сама получила потом через много веков. Понятно, что в тот момент он как бы прислушался, отправил. И вместе с ним отправила одну из своих дочерей, которая стала наложницей. И мы её знаем под именем Агарь. И вот она родила первенца Авраама, назвали бы Слаил. Но когда родился законный наследник, нужно было, конечно, как старшего сына, как бы отправить в Освоясье куда-то там, в Освоясье, скажем так, в никуда. Их отправили в пустыню с тем, чтобы, в общем, не было никакого спора между братьями. Но можно себе представить чувства Агарьи. Вот ты их себе представила. Марина Цветаева. Вот такой монолог Агарьи, который с сыном отправили мы в никуда. Агарьи. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Простоволосая нога сижу, В широкорокую печаль гляжу, В печное заре, раскрыв глаза, Пустынь и кари твои глаза, В печное заре, раскрыв глаза, Пустынь и кари твои глаза. ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Ты говоришь, как жить, если внутри где-то Был у меня свет, но теперь нет А у меня нет Нету велосипеда То есть в подвале есть где-то детский велосипед Думаю, всё дать Катьке, соседке сверху Надо бы поглядеть, жив ли он там ещё Как бы хотелось взять и вот так ехать, ехать И ни о чём не знать, думая ни о чём Взять бы с собой воды, удочку и горбушку Где-то на берегу Сесть и встречать рассвет И из души уйдёт всё, что душе не нужно Кажется мне, что так, а может быть и нет Ты уж подумай сам, как победить печаль Где-то ты был неправ, объехав такую тьму Свету отдаётся всем в самом-самом начале Ну а потом, чтобы жить Нужно идти к нему Нужно идти к нему Нужно идти к нему Нужно идти Нужно идти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это были стихи Марии Маховой, замечательного поэта, удивительного, прямо вот очень нужного сейчас и важного. И сегодня у неё очень трудный день. Для тех, кто как-то в курсе читает, действительно, сегодня она провожает вечность своего друга, ангела, мужа Мишу Малыгина, которого я тоже очень хорошо знала. Это правда был такой очень тонкий во всех смыслах человек и, наверное, даже действительно почти не человек. Я сегодня написала, что мы вспоминали свои о том, что он был такой невероятный и действительно послан, чтобы охранять поэта, чтобы дать возможность вырасти Маше из просто хорошего поэта в поэта вот такой величины, которой я вот сейчас, ну как бы вот в глубины погружаюсь и понимаю, что это за поэт. И я спросила Машу, что бы хотел Миша сегодня услышать, если бы был на моём концерте. Она сказала, что он вообще очень любил, ну вообще, я знаю, что он любил мои песни и любил вот этот диск Машиной стихи. Но особенно одну песню он любил, собственно, которая дала название этому диску, он называется «Колыбейная для рыб». Вот я его и спою для него. А лишнего в доме нет, а в люльке ребёнок маленький, и он, улыбаясь, спит, вплывая в свои миры. Они выключают совет и смотрят в большой аквариум, они выключают совет и смотрят на дивных рыб. На воле гуляется рек, и вечер свернулся кошкою, дыханием дом согрет. На крыше едва кружит, а на чердаке в углу спит в валенках старых прошлых лет. Закудавшись тёмный плед, на краешке креста спит. За домом плывёт покой, там лес с вековыми елями, и спит до весны земля. И добрый видит сны, и тянется над землёй старинная колыбельная для рыб, для младенцев, для метели и для зимы. И для зимы на воле гуляет снег, и вечер свернулся кошкою, дыханием дом согрет. Над крышей едва кружит, а на чердаке в углу спит в валенках тёплых прошлое. Закудавшись тёплый плед, на крышке кресло спит. А лишних долей нет, а лёгкий ребёнок маленький, и мог улыбаясь спит, вплывая в свои миры. Но ещё одно секторение, которое я очень редко пою, но сегодня спою. Душа моя, душа, на дальнем берегу, Я не могу дышать, а то, что могу. Ты ночь уже темна, Вползает в день седьмой, Не оставляя сна, Кружится надо мной, Словно летишь, бывает, летишь всё выше и выше, Но потом соглашешься будто в яму. Он говорит, я снова тебя не вижу, Шарю рукой во сне и роняю лампу. А за просветы в небо, в небе в одном мгновенье, Хочется зацепиться душой прозрачной. Видишь, я привык, но тем не менее, Слева валит и тянет. Что это значит? Душа моя, душа, на дальнем берегу, Я не могу дышать, Подумав, что могу. Душа моя, душа, на дальнем берегу, И ночь уже темна, Вползает в день седьмой, Не оставляя сна, Кружится надо мной, Кружится надо мной. Думаю, мне везёт все мои старания, Непонорожку и не напрасны. В общем, странно проходит год, Я как будто ранен. Всё, чего я хотела, мне не важно больше. Не беспокойся, пуля меня не выследит. Нету таких стрелков, да и пули нету. Что-то сегодня небо, такое низкое, Я никогда не видел такого неба. Душа моя, душа, на дальнем берегу, Я не могу дышать, А думал, что могу. Душа моя, душа, на дальнем берегу, Душа моя, душа, на дальнем берегу, Не оставляя сна, Кружится надо мной, Кружится надо мной. Но стремиться к тум, чем бывает весело, Можно про всё забыть и мечтать о чудо. Где же ты стришь, стремитель? Моя лесенка, нас здесь с тобой не было, Нас здесь с тобой не было, Душа моя, душа, на дальнем берегу, Я не могу дышать, А думал, что могу. И ночь уже темна, Вползая в день седьмой, Не оставляя сна, Кружится надо мной, Кружится надо мной, Душа моя, душа, на дальнем берегу. АПЛОДИСМЕНТЫ Человек не слышит ничьих советов, Человек не видит ни лиц, ни рук. Человек садится в свою карету и даёт команду, задирает в люк. Человек решает свои вопросы. Он решит вопросы наверняка. Человек выходит в открытый космос, а потом теряется в облаках. Прежний путь, наверное, им прочитан. Он желает, видимо, новых мест. Человек срывается без причины. Мы решили так, но причина есть. Он залез в скафандр, заглушил свой голос и решил, что больше не будет слов. Где-то там в груди его невесомость. Там, где раньше слева сжималось, жгло. И теперь никто не узнает, где он. И теперь никто не узнает, как. Человеку больше для нас нет дела. Человек уходит за облака. Человек состоит из воды. Человек состоит из беды. И так глубоко внутри. Одною своей частью. Человек состоит из счастья. Но об этом не говорят. Он идет по синей наледи. И в кармане несет твоя благо. Человек состоит из беды. Человек состоит из беды. Человек состоит из беды. Воздуха. 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он летит заменную вдаль. Он идет спустимый свет. Человек состоит из беды. Человек состоит из бед. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Человек состоит из воды Человек состоит из беды И так глубоко внутри От той своей части Человек состоит Из счастья Мы продолжим о счастье уже стихами, опять же, Анны Синчевой, Наверное, самый счастливый поэт из всех, которых я когда-либо пела. Музыка Музыка Счастье столько, что просто не унести, Ни гости, ни махатки безменам людским не взвесить. У меня здесь срабатывает инстинкт Состоять из планетно-небесной взвеси. Я ловлю шаровые молнии, плавлю лёд, И смеюсь, как умеют смеяться дворцы и дети. Жизнь моя, мой стремительный перелёт Из вчера до настоящего столетия. Не хочу рокировок рамок пустых витрин, Для чего-то же отче вложил в нас живые души. Всё, что я могу уместить внутри, Не уместится никогда ни за что снаружи. Потому-то и счастье нельзя объять, Даже если получится сдвинуть горы. Потому-то и солнечная печать Не даётся каждому без разбору. Потому-то и солнечная печать Не даётся каждому без разбору. Счастье столько, что просто не унести Ни в гости, ни в охотке, Безменам людским не взвесить. Счастье столько, что просто не унести Ни в гости, ни в охотке, Безменам людским не взвесить. Ни в гости, ни в охотке, Безменам людским не взвесить. Уже прямо капелька мёда. Но сейчас, конечно, такое настоящее, Что нам и нужно, по сути, от поэзии Такое прохождение некое. И такой градус очень. Температура высокая. И мне кажется, по температуре горения Поэзия Цветаевой взлетающая на ракете. Настолько сильная температура, Что всё просто плавится и взлетает. Ну, я найду-ка одного, наверное. Леонида Губанова, о котором я, собственно, Говорила в первое деление. Ну, вот слушайте и летайте, если получится. Я в петь, как гвоздь корабль страсти, Ушёл от ноты моих пучи. Ты черноглазая в несчастье Убельникой дала свечи. И я открыл тебя, как замок, И дала торжественный зарод. И танцевали мы в тех залах, Где поцелуи и ночь залах. И танцевали мы в тех залах, Где поцелуи и ночь залах. Смели мы горе, паутину, Печали плесень не завели. И вот где даны, в гринолинах, Где пиццы припели винах, Мы, как тюльпаны, расцелели. Но над нами тучи полыли, Как рыбы чёрным косяком, А мы, как перед казнью били, Крустально нас ветрю кивили, По ним ходили босиком. Но над нами тучи плыли, Как рыбы чёрным косяком, А мы, как перед казнью били, Крустально нас ветрю кивили, По ним ходили босиком. Крустально нас ветрю кивил. И зараза и тюльпаны винах, И засунували босиком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok От этой страсти роковой Такой непоправимо грубый Несу на лыбок вековой Свои израненные губы И за плечами у меня Ночь словно алый-алый бархат И крылья белого коня Лишь белую сиренею пахнут Откинуты мои года Как карты битые для ада Я покупавшим города Хмельною кистью виноград Я сотворивший музу вал Многую музу без перчаток Ходившую по головам И не искавшую печать Я мордой побочи в сугром И столько раз для вас раздел Я по травам пустивший гром Жду изогреться до рассвета Постивший слово как восторг Как ночь с любимой непонятной Пленивший запад и восток Своей неподрешимой клятвы Вот на коленях я стою Пред образом ее прекрасным Не знаю, что она в раю А я в аду И все ужасно И что мне руки целовать Те бледные, худые пальцы Она умела счастье дать Мне одинокому скитать А я забыл ее, забыл И как всегда бессмертно забил Гвозьями сердца я забил Ключ выносил и душу забил Но с мягляной синевой Ай, как жарок чистый в клетке Она со мной, она со мной И распят на этой ветке Ты снишься мне, ты снишься мне Сквозь крови ангельские туры Когда целуешь в тишине Мои израненные губы Ты снишься мне, ты снишься мне Сквозь крови ангельские туры Когда целуешь в тишине Мои израненные губы От этой страсти роковой Такой непоправимо грудь Несу на рыбок вековой Свои израненные губы От этой страсти роковой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо огромное! Сейчас мы будем вас вытаскивать Из той пещеры, которую заманили Опять же в этом нам поможет кто? Правильно, да Сейчас мы под парамат настроимся Да, может, реверы везде Особенно на барабан И вообще, где везде, где может Сейчас мы закрываем глазки все Закрой Сейчас я правильно расстрою Все надо на руках Опа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам огромное за это невероятное путешествие. Я думаю, что надо потихонечку нам сейчас возвращаться сюда. Попробую настроить эту гитару и вернёмся в этот замечательный дом, в котором мы с вами здесь находимся. Вы же знаете, что это за место, да? Вы же не случайно сюда пришли и знаете, что это театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбровой. Ему уже больше, ну как бы вот самому так названию скажем, да, Ковчеву, я думаю, больше 30 лет. И на мой взгляд, то, что сделала Елена Камброва, в частности, создав вот это пространство, не нуждается ни в каких комментариях и не измеряется даже никакими наградами, только нашей огромной благодарностью. Вот и мы желаем Елене Антоновне, чтобы у неё были ещё силы, чтобы она как можно больше и больше с нами была. Здесь можно попасть на спектакль с её участием. Я советую тем, кто ещё этого не сделал, обязательно сделать прямо в ближайшее время. Вот посвящение Дулу. Стихи Анны Матасы. Человеку нужен дом С человеком и котом От печали и досад Человеку нужен сад Сад шумит над головой Дом смеётся, он живой В переплётах всех путей Дом сберёг своих детей Дом сберёг своих детей Дом сберёг своих детей Человек устал от бед Человеку нужен свет Ночью свет горит в окне Дом открыт тебе и мне Темноту с лица смотри Свет горит у нас внутри Склынет время и вода Заходи погладь кота Заходи погладь кота Заходи погладь кота Дремлет звёздная луна Нас хранит любовь одна В колыбели всех дорог Где тебя обнимет Бог Где тебя обнимет Бог Где тебя обнимет Бог Пусть качает в мир Пусть качает в мир немного Небо тёплая водой В бесконечном доме Бог Где для всех горит огонь Я люблю тебя, мой дом С человеком и котом Дремлет звёздная волна Нас хранит любовь одна Человеку нужен Спасибо вам, дорогие мои Пусть качает в мир Пусть качает в мир Спасибо вам большое Ну, чтобы как бы дважды не вставать Может, споём вам такую песенку С которой можно смело Отправляться в самые тёмные уголки Своей души можно включить Да, и поблагодарить мы хотим Свет и звук Вадим, свет Всего добрый звук Спасибо огромное И свет Таинственный день Воинственный рассвет Раскрывшийся в горсти Моя душа Всегда в пути Цветочек Халенький Расти Я без сону тебя Прости Кричали Сердечная любовь Незадежная разлука Сонная Молчит А в сердце Песенка Звучит Она Себя Не узнаёт А просто Любит И поёт Такая слава Пусть и не главная Пусть и не лучшая Совсем И пусть понравится Не всем Но свет Таинственный Живёт Волне богат Она Моя И свет Таинственный И день Воинственный Рассвет Раскрывшийся В горсти Моя душа Всегда в пути Цветочек Халенький Прости Я не забыл Тебя Прости Рассвет Моя Моя Рассвет Моя 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 Кто Ульга У trait Моя Пусть и Демон Спасибо! Спасибо! Спасибо, мои дорогие и любимые! На самом деле, конечно, очень важна наша связь, то, что мы создаём здесь, то, как мы друг друга лечим, становясь этим целым, исцеляем, то, что мы создаём здесь, вот это внимание и, не побоюсь этого слова, любовь. И мне кажется, что только благодаря тому, что вот это всё перетекает, вот этот шар такой движется, в моей жизни продолжается жизнь песни, то есть они появляются, они идут к вам, потом возвращаются ко мне, потом опять дальше. Это удивительное такое непрекращающееся событие. Пусть оно как можно дольше длится. И мы с вами ещё будем встречаться и здесь, в театре, в июне и в июле. И 21 июня я вас жду в «Гнезде Мухаря» на презентации этого тихого альбома. Но я хочу сказать, что вторую часть «Вечера в гнезде» я бы хотела посвятить всё-таки песням, которые хотели бы вы услышать. Так что, если у вас будет желание туда прийти и что-то услышать, просто пишите заранее, чтобы я успела подготовиться, потому что у меня их много. Некоторые тексты вот мне сейчас прислали, записывают три песни, которые я действительно не пел в 20 лет. Мне надо просто отнести домой, найти, вспомнить, и я с большой радостью верну их снова вам. Ну, и давайте, чтобы вот на дорожку, да, как это, на пасашок. Да. Всё, уже кого-то в пудельник, встаём уже, просыпаемся. Пора вставать. И дорогу. Подарил и Боженька мне тебя, дорожника, хожу по свету я, ни на что не сету я, ни на что не сету я, завожу беседу я. С ветром в чистом поле, где душа на воле, песни напевает, горе забывает. Подарил и Боженька мне тебя, дорожника, Слева до справа, русская держава, Спереди да сзади, люди креста ради, Как и я, болезные, ходят бесполезные, Чаще бездорожья ищут слово Божие. Подарил и Боженька мне тебя, дорожника, Небо до травушку, да, любовь от травушку, Да, любовь от травушку, злых людям за бабушку, Добрым людям горюшка, за ночёное горлышко, Запоёт и заплачет, всё переночит. Подари вы Боженька мне тебя, дорожника… Подари вы Боженька мне тебя, дорожника… Подарил и, Боженька, мне тебя, дороженька. Спасибо огромное. Спасибо, мои дорогие. Я хочу сказать вам такую связующую, наверное, случайно перепутал куплет и закончил на любовь, а не дорогой. Вы знаете, что когда-то Алексей II, вручая медаль за заслуги в духовном воспитании молодёжи, вот Елене Антоне Камберлоне, знаете, что он сказал ей? Он сказал, особое деле, но спасибо за исполнение песен, была так ручавой, ибо он один из апостолов любви нашего Отечества. Представляете, патриарх сказал это про обычный царь и певец, про певца. Я к чему-то говорю, о том, что, да, Баллада Куджавы – это наш голос, столетие, вот мы отмечаем, это очень важный момент. И 1 июня в Переделкино, вот мы с Кристиной и с Ириной Бархатой будем тоже отмечать столетие Куджавы, этого апостола любви. Вот любовь не прекращается, и пусть сама длится, продолжается. Кто захочет приехать в Переделкино, приходите. Там вот, по-моему, вход свободный, или когда какую-то символическую плату. Просто будем рады вас видеть именно в этом прекрасном месте у Баллада Куджавы. Спасибо вам огромное! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok